20 января 2022 года известной российской эстрадной певице Ирине Аллегровой исполняется 70 лет. Великолепная и яркая, она собирала полные стадионы восхищенных слушателей. Под ее песни люди влюблялись, женились, создавали семьи, отмечали праздники. В 2010 году Ирине Александровне было присвоено звание народной артистки России. Сама она так коротко описывает свою жизнь. Жила маленькая девочка, которая выросла среди добрых талантливых людей. Потом она попала в большой страшный лес. Узнала, что такое неискренность, грязь, предательство. Перед ней была большая тяжелая дубовая дверь, за которую очень хотелось попасть и сказать «Вы меня просто послушайте, может я что-то могу?» Самой открыть тяжело, а помогать никто не хотел. Потихоньку плечом отодвигала ее, отодвигала и протиснулась. Ирина появилась на свет в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года. Ее родители были творческими людьми. Мама Серафима Михайловна Сосновская, певица и актриса. Папа – Саркисов Александр Григорьевич, по происхождению армянин, актер и театральный режиссер, заслуженный артист Азербайджанской СССР и РСФСР. В 12 лет он сбежал из дома в бродячий цирк «Шапито», так хотел стать артистом. Работал мальчиком на побегушках, за символическую плату выполнял самую грязную работу. Был настолько энергичным, живым, резвым, что коллеги дали ему прозвище «Алегрис» от музыкального итальянского термина «аллегро», означающего «весело», «бодро», «радостно». Когда в 17 лет его вернули в семью, он уже ездил с ансамблем оперетты и был достаточно известным артистом. В молодости, став штатным актером театра, Александр добавил к своей настоящей фамилии псевдоним «Алегров». Позже в качестве постоянного сценического псевдонима взяла себе эту фамилию и Ирина. Сейчас родителей певицы уже нет в живых. Папы не стало в 1994 году в возрасте 79 лет. Мама умерла в 2012 году от сердечного приступа. Ей было 88 лет. В одном из интервью «Алегрова» призналась, что в жизни она только дважды чувствовала себя абсолютно слабой и беззащитной в те моменты, когда уходили родители. Ощущение пустоты, которое появилось после их смерти, даже трудно с чем-то сравнить. По ее словам, это похоже на хоккейную игру, когда одна из команд снимает вратаря и остается без защиты. Точно знаешь, что за спиной у тебя никого нет. Там пусто. В любой момент может быть нанесен удар. И никто не спасет. Детские годы будущей певицы прошли в родном Ростове. Там же она пошла в первый класс. А когда девочке исполнилось 9 лет, семья перебралась в столицу Азербайджана, город Баку. Родители работали в местном театре музыкальной комедии. Дом всегда был полон знаменитостей. У них бывали Татьяна Шмыга, Ростислав Ростропович, Муслим Магомаев и Галина Вишневская, Арам Хачатурян. У девочки просто не было другого выбора, кроме как связать свою судьбу с музыкой. А Муслима Магомаева она считает своим первым учителем эстрадного вокала. Но сама Элина вспоминает, что в детстве не могла пропеть и двух нот. Мама с папой были в панике. А потом выяснилось, что у дочки прекрасно развит внутренний слух. Она все слышала, но не могла воспроизвести. Когда отец повел ее в центральную музыкальную школу при Бакинской консерватории, мама сказала, «Я тебя прошу, если скажут нет, не мучай ребенка». Однако в школе сказали «да». Иру взяли сразу в третий класс по специальности пианист-концертмейстер, и она стала заниматься музыкой. Кроме этого посещала балетный кружок, а в свободное время увлекалась рисованием. Учеба давалась Аллегровой легко. Уже через несколько лет преподаватели прочили ей большое будущее как пианистки. Но она сама мечтала стать певицей. Только петь самостоятельно боялась. Вдруг не получится. А в 13 лет внезапно набралась смелости и во время домашних занятий с бабушкой затянула неаполитанскую песню. Когда бабушка рассказала об этом родителям, те не поверили. Сказали, да она с детства ни одну песню повторить не могла. Это было началом ее творческой жизни. Ира регулярно принимала участие в конкурсах и фестивалях. Еще будучи школьницей, продемонстрировала свои вокальные данные на музыкальном джазовом фестивале в Баку и заняла второе место. В 10 классе, когда нужно было сдавать экзамены по школьным предметам, Ирину пригласили как певицу поехать на гастроли с оркестром радио и телевидения. Чтобы у дочери не было проблем с экзаменами, в школу отправился отец и уговорил учителя математики поставить ей тройку. Тот в ответ пошутил, но как же она с такой отметкой деньги будет считать? Отец не растерялся. Что касается денег, то у женщин с этим проблем никогда не бывает. Получив аттестат, Ира собиралась продолжить учебу в Бакинской консерватории, но из-за болезни пропустила вступительные экзамены. Однако ее вокальные данные заметил руководитель Азербайджанского театра песни Рашид Бейбутов и пригласил работать под его руководство. В скором времени Ира отправилась с коллективом на гастроли, а через несколько месяцев Валегрова начала работу в Ереванском оркестре под управлением Константина Арбеляна. Замуж певица вышла рано, в 18 лет, причем не по любви. Она любила одного мужчину, но тот предпочел ей другую девушку. И в отместку Ира стала женой бакинского баскетболиста Георгия Таирова, который давно добивался ее расположения. Позднее она сказала по поводу этого брака. Я его считаю серьезной ошибкой. Сначала молодым надо пожить вместе, почувствовать друг друга, а потом заводить ребенка. В мае 1972 года у супругов родилась дочь Лала, однако появление ребенка не укрепило брак. Ирина так и не смогла полюбить мужа и подала на развод. Георгия это очень обидело. С той поры он больше никогда не общался с бывшей женой и дочерью. Через два года после рождения дочки, Олегрова решила отправиться покорять Москву. Лалу она оставила на попечении матери, которая вынуждена была навсегда бросить сцену. В столице Ирина пробовала поступить в ГИТИС, но не прошла в третьем туре. Начала работать концертмейстером в хореографическом училище и давала частные уроки музыки. В 1976 году ее приняли в оркестр под управлением Леонида Утесова. Затем она стала солисткой ансамбля «Вдохновение» при Москонцерте. К тому времени Олегрова второй раз вышла замуж за композитора Владимира Блехера. В 1977 году он стал художественным руководителем ансамбля «Молодые голоса» при Тамбовской филармонии, в которой взял солисткой свою жену. Коллектив был лауреатом второго всесоюзного конкурса песни «Сочи-1978», а уже в следующем году распался на два ансамбля «Факел» и «Круиз». Ирина развелась с Блехером и осталась в «Виа-факел», где пианистом-аккомпаниатором был Игорь Крутой и проработала там два года. В 1982 году она гастролировала в составе музыкального театра Маргариты Тереховой. Ее коллегами были Игорь Тальков и Людмила Сенчина. Уйдя из театра, Ирина устроилась в варьете двух известных ресторанов – «Арбат» и «Звездное небо» в гостинице «Националь». Но в первом заведении она проработала ровно год, во втором – и того меньше. По словам певицы, там было слишком много охотников, да и ее тело, а она руководствовалась принципом «Любовь – это одно, горизонтальное положение – это другое». В одном из интервью Ира призналась, если бы не этот принцип, то ее путь в «Звезды» был бы намного короче. Однажды ее пригласил известный пожилой композитор. Аллегрова имела прекрасную возможность взять у него песню и выступить с ней на одном из союзных фестивалей. Однако отдать свое произведение молодой певице композитор намеривался небескорыстно и откровенно предложил Аллегровой стать его любовницей. Когда понял, что этого не будет, с сожалением развел руками и заявил «Вы певица не моего плана». Ирина говорит «Я получила широкую известность, будучи уже далеко не юной девочкой, как раз потому, что отказывала. У каждого свои понятия о достоинстве и морали. Спать с кем-то ради достижения своих целей я никогда не стала бы, хотя подобных намеков и предложений была масса. У меня перед глазами всегда пример моей семьи. Папа с мамой были коллегами и при этом очень любили друг друга. Они никогда бы не пошли на измену ради выгоды. Однажды, чтобы сделать ремонт в квартире, папа продал свою любимую коллекцию статуэток собак и часть библиотеки. С той поры я навсегда запомнила, что нужно рассчитывать только на себя. Стремления выйти за богатого человека, чтобы избавиться от трудностей и от работы, у меня никогда не было». В 1984 году Аллегрова познакомилась с молодым продюсером Владимиром Дубовицким и вскоре вышла за него замуж. Через год он предпринял попытку самостоятельно раскрутить свою жену и вышел на композитора Оскара Фельдсмана. В 1985 году Оскар Борисович написал для Ирины песню «Голос ребенка». С ней она дебютировала на творческом вечере композитора и впервые появилась на фестивале «Песня года». Именно Фельдсмана певица считает своим первым крестным отцом в сценической карьере. В 1985 году Дубовицкий совместно с композитором Давидом Тухмановым создал группу «Электроклуб», первыми солистами которого были Ирина Аллегрова и Игорь Тальков. Коллектив стал лауреатом конкурса «Золотой камертон». Потом в группе произошли кардинальные изменения. После ухода Талькова в нее влились музыканты из «Виафорум» и среди них очень популярный на тот момент Виктор Салтыков. Уже первые гастроли обновленного «Электроклуба» вызвали небывалый ажиотаж у публики. Их пригласили на фестивале «Песня года» и в рождественские встречи Аллы Пугачевой. Но несмотря на то, что группа набирала популярность, пребывание в ней стало тяготить Аллегрову. Ей хотелось петь песни лирического плана, чего в составе «Электроклуба» не вдавалось. На этой почве у нее стали возникать напряженные отношения не только с мужем, но и с другими участниками музыкального коллектива. Однажды она попыталась получить разрешение на исполнение нескольких песен Игоря Николаева, но ей сказали, что такой репертуар «Электроклубу» не подходит. В 1990 году Ирина покинула группу и развелась с Дубовицким. Но она не уходила в никуда. По словам Аллегровой, у нее в руках был флаг. Будущий хит композитора Игоря Николаева «Странник». Исполнив эту песню уже меньше, чем через год, по итогам зрительского голосования хит-парада «Звуковой дорожки» она была названа лучшей певицей года. Так началась сольная карьера императрицы российской эстрады. Аллегрова ворвалась на нее в тот момент, когда эта эстрада испытывала жгучий голод на профессиональных исполнительниц. Публика, заметно уставшая от прежних кумиров, ждала новых открытий в области женского вокала. И это обстоятельство сыграло огромную роль в обретении популярности Аллегровой. Ее хрепловатый голос, хулиганские повадки на сцене как нельзя точно вписались в ожидания зрителей и позволили ей занять свое место в отечественной эстраде. Ирина начала сотрудничать с известными композиторами Виктором Чайко и Игорем Крутым. На ее песне снимали клипы, один за другим выходили новые хиты. Фотография, «Не улетай, любовь», «Верьте в любовь, девчонки», «Транзитный пассажир», «Угонщица», «Бабник», «Суженый мой», «Привет, Андрей», «Над пропастью воржи». За 30 лет сценической деятельности Аллегрова еще не раз становилась лучшей певицей года, получила множество престижных наград и премий, звания заслуженной, а потом народной артистки России. Она рекордсмен по количеству коммерческих сольных концертов в Олимпийском в Москве. Но главное, Ирина способна донести до публики любые эмоции и чувства, будь то любовь, ненависть или грусть. Этой женщине все подвластно. Она может быть на сцене веселой и разбитной, мечтательной и романтичной, откровенной и манящей, любящей и страдающей, нежной и ранимой. Создаваемые ею женские образы всегда гармоничны и осязаемы. В отличие от большинства своих коллег, Аллегрова нечасто становилась героиней всевозможных сплетен и скандалов. Несмотря на то, что ее сценическое поведение создавало образ эдакой разбитной и компанейской женщины, личная жизнь певицы была скрыта за плотной завесой. Однако в конце 1993 года эту завесу удалось приподнять. Оказалось, Аллегрова влюбилась в одного из танцоров своего коллектива, 33-летнего Игоря Капусту. Многие считали, что ни к чему серьезному эти отношения не приведут. Но весной 1994 года влюбленные не просто поженились, но и обвенчались в церкви. Танцор Игорь Капуста закончил Вагановское училище в Петербурге, начал карьеру в ленинградском мюзик-холле, затем ушел на эстраду и несколько лет проработал в известной танцевальной группе «Рециталы». Но и этот брак Аллегровой долго не продержался. В конце 1999 года с Игорем она рассталась. При этом супруги отнюдь не остались друзьями. Известно, что певица запретила охране пускать своего бывшего мужа на порог собственного дома. Поскольку артистка не любит говорить о личной жизни, развод она прокомментировала скупо. «Я сама решила, что нам пора расстаться. Мне не везет с мужчинами. Я его избаловала. Я сажаю мужиков себе на голову. И очень быстро они начинают забывать, кто я в их жизни, а кто они в моей. И со всеми ними происходит одно и то же. Сначала распускают перышки, а потом павлинья хвосты и забывают сказать спасибо». Больше Аллегрова замуж не выходила. Она признается, что, наверное, просто не создана для семьи. Любимый зритель – это и есть ее друг, муж и личная жизнь. Но от одиночества она не страдает, ведь рядом всегда любимая дочь и внук. Лала окончила режиссерский факультет Российской академии театрального искусства и работала концертным директором своей мамы. Она удачно вышла замуж за самбиста и чемпиона России подзюдо Артема Артемьева. В 1995 году родила единственного сына Сашу. Мальчика назвали в честь отца Ирины Аллегровой. Сейчас императрица российской эстрады не появляется на музыкальных премиях, светских раутах, ток-шоу. Говорит, что родные берегут ее от коронавируса со страшной силой и никуда не пускают. Все-таки возраст такой, группа риска. Певица увлеклась кулинарным искусством. Печет хлеб. Признается, что на фигуре это не сказывается, так как использует цельнозерновую муку и свои закваски высшего качества. Ее семья последние пару лет ест хлеб только собственного производства. В интервью Ирина поделилась «Мне совсем не скучно дома. Я ведь всю жизнь на колесах. А теперь, наконец, наслаждаюсь семейной жизнью. Могу что-то сделать для детей. Развлечений хватает. Все-таки я не в квартире живу, а в загородном доме в Подмосковье. У меня есть где погулять, где поплавать, где спортом позаниматься. С телевидения часто звонят, зовут на передачи, но я отказываюсь. Слишком велик страх перед неизвестным. Этот невидимый враг, коронавирус, меня страшит и пугает. Желаем Ирине Александровне быть счастливой рядом со своими близкими и, конечно же, здоровья еще на долгие-долгие годы.